Всем привет! Меня зовут Артём и это кулинарное шоу Готовит Папа. В этом выпуске я хочу вам рассказать о своём любимом омлете. Тот рецепт, который я предлагаю, он готовится очень просто, очень несложно и очень легко. Поехали! Нам понадобится болгарский перец, понадобится биток, свиной биток, понадобится картошка, картофель, молоко, молоко, в принципе ни один омлет не делается без молока, помидорчик и лучок, яйца, собственно, в порядку, перец. Разореваем стволороску и тем временем я начну кое-что делать. Ну, приступим, давайте быстренько всё порежем. Я не стал заморачиваться, я беру три кусочка, ой, три яйца, добавляю сюда, на своё усмотрение, я, опять же говорю, всё это делается на глаз, но я считаю, что нужно вот столько, ни много, ни мало, ну, думаю, более чем достаточно. Берём вилочку и размешиваем. Ну, вот где-то так, в принципе, где-то вот так получается у нас то, что получается. Сыр. Ребята, без чего мы не сможем делать нормальный вилет? Это без щепотки соли. Ну, вот щепотка соли, в принципе, более чем достаток. И добавляем, в любом случае, перч, в принципе, у нас всё готово. Наша сковорода уже разогрелась, даже я бы сказал, ну, что очень разогрелась. В принципе, мясо можно вот разожить. Мясо становится ещё более интереснее. И я считаю, это растёт то самое время, когда, в принципе, можно добавить лучину. От слова луча на повороте. Добавляем лук. Настало время засыпать картошку. Есть такой момент. Для того, чтобы это дело хорошо протушилось, нужно, как правило, добавить немножечко бульона. Не будем использовать бульон, мы будем использовать просто стандартную лук. Иногда нужно открывать, понятное дело, для того, чтобы мешать. Если вы видите, что картошка ещё не дошла, или мясо ещё не дошло, вы всегда можете прорегулировать этот процесс. А именно, добавим немножко воды. Сок постепенно начинает испаряться. И теперь, вот настал момент, когда мы заливаем вот сюда и ставим это всё на маленький медленный огонь. И накрываем крышкой. Прошло немного времени. И то, что мы видим, вот по факту, что у нас сейчас происходит. Можно уже выключать. Потому что, ну каким образом я проверяю? Ну, то есть, я вот, видите, нажимаю и уже не чувствую никакой влаги. Вот. Реально, омлет получился очень достойным. Мяску, омлетку достаточно и прожарилось, и в то же время, видите, оно вот именно такое немножко прожарилось, а с другой стороны оно более такое вот тушёное. Для людей, которые сейчас смотрят, это всё делал, я думаю, у них должно быть непроизвольное желание взять и хотя бы попробовать сделать вот такое вот блюдо. Ну, а я буду с вами прощаться. С вами был Артём. Всем спасибо и пока. Ребята, я хочу сказать сразу, что я не профессионал. И готовить я не умею. Млевясик. Можно я чуть-чуть позвоню? Нет. Я только что иду.